Приветствую, друзья! С вами канал ProTaxi, и сегодня я расскажу более подробно о временном снижении части комиссии Яндекс.Такси. Что это вообще для чего, и сколько денег в итоге Яндекс потратит на привлечение водителей в декабре. Кстати, если вы хотите перевести свою работу с сервисом в легальное русло, советую стать парковым самозанятым. Прямо сейчас, не дожидаясь рейдов в вашем регионе, ну и сюрпризов от налоговой. Схема подходит для работы даже тем, у кого есть долги, и которыми занимаются приставы или коллекторы, и кто не хочет отдавать в уплату былых задолженностей весь свой доход. Подключайтесь прямо сейчас к моему парку Атлант ПроTaxi на следующих условиях. Комиссия всего полтора процента, отключение налички, чтобы избегать кидалов от пассажиров, покупка смены в долг, ну там где доступна покупка смены, круглослушная техподдержка, в том числе по всем вопросам, вы можете обращаться прямо ко мне в чате Телеграм. Ссылка на который есть в описании. Также моментальный вывод на любую карту, интеграция с приложением Мой налог и средний налог не выше, чем 4,3 процента. Контакты в описании. А сейчас погнали тему. И сначала о деньгах. Яндекс.Такси, оказывается, потратит более 4 миллиардов рублей на привлечение водителей в декабре. По крайней мере, так нам говорят новости из вполне заслуживающего доверия источника, который я и процитирую. Получается, что сервис существенно в полтора раза в этом году увеличит вложение в привлечение водителей по сравнению с декабрем 2022 года. В эту сумму входят различные бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей. Например, мы что знаем, бонусы за определенное количество заказов, персональные цели, так называемые, за заказы в отдельной зоне, то есть какие-то геобонусы. И теперь еще временно Яндекс откажется от части своей комиссии в пользу водителей. Эта мера коснется поездок в особенно загруженные периоды, когда количество заказов такси в разы превышает число водителей, которые готовы их выполнить. В итоге, по расчетам, водители получат больше дохода примерно на 20% от всех поездок в декабре и январе. Эти меры должны сделать заработок в такси более привлекательным, как нам говорят, стимулировать приток новых работников и долгосрочно сдерживать темпы роста цен. Обратите на это внимание. По расчетам компаний, для нормализации цен в сфере такси необходимо дополнительно около 80 тысяч водителей по всей России. И самое интересное здесь, как вы понимаете, это временное снижение части, я отдельно подчеркиваю, части комиссии. Но даже такое временное снижение части комиссии происходит впервые в истории. По крайней мере, я не припоминаю ничего подобного ранее. Дело в том, что Яндекс прогнозирует очень высокий спрос в этом декабре. Ну, что неудивительно. Поскольку в результате целой цепи событий водителей стало очень сильно не хватать, и это может сказаться в дни пиковых нагрузок в преддверии Нового года, ну а также первые две недели января. Когда высокий сезон машин не хватает, водителей нужно внезапно заваливать деньгами, иначе на линию их не вытащить. И вот в дополнение к бонусам и целям подъехало частичное снижение комиссии. Если посмотреть в описание, тут вот сейчас, наверное, будут скриншоты, если не забуду ставить, то заказы с очень высоким спросом, когда КЭФ составляет более 2.0, будут помечаться специальным там маркером, плашкой такой, а полная комиссия будет взиматься только вот с этой удвоенной цены. А все, что свыше, базовой комиссией не облагается. Насколько в итоге снизится комиссия, можно посмотреть по результатам выполненного заказа в карточке этого самого заказа. И в чат сразу посыпались скриншоты с подробностями. Вот, например, заказ за 74 рубля с КЭФом аж 3.87 вышел для пассажиров в 284 рубля. При этом комиссии сняли 36 рублей. То есть как будто этот заказ стоил 148. А вот со всего, что сверху, комиссию не сняли. Комиссия в итоге, ну то есть экономия на комиссии составила 20 рублей. Путем нехитрых подсчетов получается, что вместо 24% комиссия составила всего 13%. Тут есть еще несколько скриншотов с разными КЭФами. Везде экономия разная, но у меня вопрос. Почему бы не оставить комиссию с дорогих заказов обычной, а вот снизить как раз на тех заказах, где КЭФа нет? Но, увы, до такого пока не додумались. Декабрь, конечно, всегда был хлебным месяцем, когда можно вот в два раза больше заработать, чем в любой другой месяц. Но вот в этом декабре, как мы видим, подъехали еще вот дополнительные плюшки в виде снижения части комиссии. В общем, подключайтесь в парк Атлант Про Такси, выходите на линию и давайте зарабатывать. Декабрь кормит целый год. Не забывайте об этом. До встречи.